При поддержке паблика Transformers Universe. Ссылка в описании. Приветствую! В сегодняшнем ролике мы посмотрим на то, как изначально могли выглядеть персонажи из аниме-сериала Transformers Armada. К сожалению, самого интересного материала не так много, но он достоин вашего внимания, так что если вы хотите посмотреть на то, как японцы рисовали это аниме, вы можете заглянуть в паблик Transformers Universe. Ну а если удастся найти еще какой-нибудь материал, то мы его обязательно опубликуем. Начинаем! Перема рассмотрим изначальные головы Мегатрона. Первые две головы выглядят в целом похожими на то, что было в аниме, за исключением вот этой, у которой гораздо короче рога и вообще они выглядят по-другому, больше похожи на какие-то тробы. Также был еще вот такой вот вариант головы, который лично мне напомнил Уилджика из первого поколения. Также тело Мегатрона изначально было довольно худощавым, но честно говоря мне такой вариант тела не особо нравится. Ну и рядом с ним либо стоит какой-то левый бот, который лично мне напомнил Еву из Евангелиона, либо это один из вариантов его тела. И этот вариант выглядит довольно классно. А еще здесь есть маска Бэйна. Были также вот такие вот варианты дизайнов голов. Ничего особенного я про них сказать не могу, разве что могу сказать, что они выглядят в принципе любопытно. Но особенно мне хочется выделить именно вот эту голову, потому что она мне напомнила Фолина из вселенной Майкла Бэя и Протаса из вселенной Старкрафта. Ну и предпоследние головы, которые я хочу показать, это вот эти. И на мой взгляд они выглядят охуенно, потому что они выглядят как более злобные вариации Оптимуса. Возможно у авторов даже была задумка сделать их братьями, но это не точно. Ну а мой самый любимый вариант головы это вот этот. И выглядит он просто охрененно. Как я говорил про предыдущие головы в принципе, но этот мне особенно нравится. До этого у трансформера я ничего подобного не припомню, если честно. Ну а напоследок я вам покажу вот такой вот дизайн Мегатрона, который выглядит ну пиздец каким перегруженным. И мне он совершенно не нравится, так что хорошо, что итоговый дизайн таковым не является. Ну а теперь можно перейти к Оптимусу Прайму. И вот такой вот вариант дизайна нам удалось найти. И в принципе он выглядит довольно таки молодо по сравнению с той версией, которая была в аниме. Насчет него у меня на самом деле неоднозначное мнение, так как он с одной стороны выглядит довольно красиво, но с другой стороны он кажется перегруженным. Но я считаю, что такой дизайн имеет право на существование. Вот еще наброски супермода Оптимуса. И если мы приглядимся к его голове, то можно заметить, что изначально вариант выглядит более вытянутый по сравнению с финальным. Перейдем к Старскриму. У него удалось найти концепты его альтмода и более детализированный робомод. Ну и напоследок я вам покажу концепты Редалерта. Посередине изображена голова Редалерта скорее всего, потому что тут в перемешку и дизайны Редалерта, и дизайны Мегатрода. А еще снизу что-то делает Воспинатор, но это нас не интересует. Эта голова мне напомнила Джаза из первого поколения. Ну а это все оставшиеся головы Редалерта. И единственное, что я могу сказать, финальный вариант самый лучший, потому что предыдущие головы выглядят нелепо и слегка по-детски. Единственное отличие у финального дизайна и предфинального дизайна, это то, что у финального дизайна уже отсутствуют мигалки на голове. Ну а что их объединяет, так это то, что их голова похожа на робокопа. Ну а это было, пожалуй, все самое интересное, что я мог вам показать, поэтому все остальные концепты вы можете посмотреть опять же в паблике Transformers Universe. Да, концептов, к сожалению, мало, но если мы что-нибудь найдем, то обязательно опубликуем в паблике Transformers Universe, как я говорил об этом ранее. А на этом у меня все. Продолжение следует...